Поскольку я оттуда, я имею право говорить об этом, потому что, знаете, одно дело, когда говорят люди, которые все время живут здесь или все время живут в Америке и начинают это комментировать, это борьба добра с глобальным злом. Я к этому так отношусь. Я согласен притерпеть все, что угодно. Идут военные действия, гибнут солдаты, а народу в храмах не прибавилось. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры во Христе, сегодня у нас дата, день, когда, я думаю, не случайно, он выпал в субботу, когда нужно действительно собраться в храмах, чтобы помолиться, помолиться за погибших, помолиться за то, чтобы поскорее произошла победа добра над злом. Ибо сегодня вторая годовщина, начало СВО. Как вы знаете, я и отец Роман, мы непосредственно оттуда, из гуще событий, скажу так, началось все довольно-таки обыденно, я сказал. Знаете, я еще в детстве спрашивал у моей бабушки, уже покойной, о войне той, предыдущей. Говорю, как война, вот расскажите мне о войне. Она говорит, а что война? Прошли танки в одну сторону, а потом через несколько лет прошли танки в другую сторону. И вся война. Мы как жили, так и жили. Ну, это как раз в той местности, откуда мы и приехали. Да, там так произошло тогда, в ту войну, к сожалению, не так сейчас. Хотя начало было точно так же. Я всегда поздно ложусь в парк, а тогда вообще ложился, сейчас я чуть стараюсь пораньше, да, тогда вообще ложился 3-4 часа ночи, просыпался поздно, соответственно, да. Вот где-то в это время меня разбудила матушка, не будила, жалела, не трогала и разбудила, сказала, что началась война. Я не поверил сначала, потом кинулся к этим всем информационным источникам, и да, действительно. Но для нас это было так, что прошли танки туда, потом постреляли возле Антоновского моста, и зашли уже потом в Херсон, и все. Дальше тишина, спокойствие, никаких войнных действий. Где это может там какие-то там канонады? Ну, правда, было в наш городок за все время, до сентября было 4 прилета таких вот ракет. Падали недалеко от моего дома, но, тем не менее, матушка пугалась, я говорила, не пугайся, потому что свою ракету ты не услышишь. Если ты уже услышала, значит, все нормально, это не по тебе, свою ты не услышишь. Вот, поэтому, и вот так вот продолжалось до определенного момента, когда было принято решение, да, оставить Херсон, и мы понимаем, что это было правильное решение, потому что, если бы взорвалась, если бы флотина раньше взорвалась и, ну, не взорвалась, а разрушилась, и был бы такой, это самое, то вся армия была бы отрезана, и это было бы, ну, большое поражение. Меня часто спрашивают, как вы относитесь к этому, что произошло? Казалось бы, да, братские народы, и вдруг вот так вот. Но, поскольку я оттуда, я имею право говорить об этом, потому что, знаете, одно дело, когда говорят люди, которые все время живут здесь, или все время живут в Америке, и начинают это комментировать, это, как говорится, ну, так, важно, когда человек там находился и там знает. Так вот, хоть, несмотря на то, что братский народ, он был заражен вирусом, то есть, вот мой народ, он был заражен вирусом зла. И это мы видим и сейчас, по ненависти, по злобе, по поддержке того, чего поддерживать не просто христианин, человек не должен поддерживать, да, вот эти все извращения и все прочее, это же просто, ну, просто, просто кошмар. Это то, что, когда читаешь последние новости, что происходит там, вот на этой неделе прочитал новость, пытаются доказать, вернее, не то, что пытаются, а доказывают, что молоко, которое от мужчины, из людей мужчины, равноценно молоку женскому, которое кроме детей. Ну, понимаете, уже исходит с ума до бесконечности, и это насаживается в Украине, и это принимается там нормально. И поэтому сейчас происходит борьба добра с глобальным злом, я к этому так отношусь. Часто мы сетуем на то, что долго уже, да, как бы, ну, что ж так долго, почему там, скорее бы все закончилось. Ну, попробуйте победить зло в своей душе. Каждый из нас попробуйте. Неужели зло так быстро поддастся? Нет. Мы годами боремся с ним. А здесь глобальное зло, вселенское зло, вселенского масштаба. То есть, как мы видим, подключились всяческие страны для того, чтобы уничтожить, ну, скажем так, если не единственный форпост Россию, да, добра, которая еще пытается это не допустить, чтобы, понимаете, чтобы эта вся грязь не залила весь мир. Чтобы эта канализация не испортила нам воздух всем. Есть еще, конечно, страны, которые не поддаются этому. В основном мусульманского, так сказать, мусульманские конфессии. Но, тем не менее, наверное, из православных стран именно, потому что церковь еще держится. Держится и сербская церковь, и американская держится. Видим, в греческой церкви там сказали, что там однополые браки венчать разрешили государство. И церковь сначала промолчала, но сейчас один за одним архиереи тех депутатов, которые проголосовали за это, так сказать, лишают причастия и так далее. То есть держится, церковь еще держится. Страны уже не держатся. Одна Россия держится. Потому что зло у границ. Зло находилось уже в шаге от семьи каждого из вас. И это нужно было пресечь, нужно было не допустить. Да, мы имеем всякие недостатки. Хватает нас в стране, да, чего-то там, к чему придраться. Можно всегда к чему-то. К чему-то, в принципе, я знаю, как согласно человеческой натуре, даже в самой благополучной стране человек найдет, к чему придраться, живущий там. Скажет, то не так, и то не это, и так далее. Можно найти. Но самое главное, ценности наши, семья, родители, дети, все это два года назад пошли защищать наши солдаты. Именно это. И, понимаете, для меня, для отца Романа, для нас поменялась жизнь. Мы жили, все было понятно, все было хорошо, все было, так сказать, вперед, ну, все четко, мы понимаем. Я уже так строил храм, думаю, ну, вот дострою, потом умру, потом кто-то из детей будет служить, а нет, кто-то другой будет служить. Все было понятно, что будет впереди. Все поменялось. Но я ни о чем не жалею. Ради того, чтобы добро победило в мире, ради того, чтобы Христос оставался в каждом доме, настоящий, тот Христос, которого мы знаем, тот Христос, который в священном Писании, а не то, что опять лепят там, на Западе, пытаясь нам выдать за Христа, я согласен прикипеть все, что угодно. Поэтому, вот, жизнь поменялась, и ладно, не будем, это, Жене Лото уподобляться, глядываться назад, что там, ай, там осталось то, и все, и это. Да, осталось оно. Нет его уже. Так и нам нужно с вами все время смотреть вперед. Ботан, Царствие Божие. Главное, чтобы не промахнуться мимо него. Главное, чтобы обращаться к Господу. Просить Его о помощи нам и всем обездоленным. Взывать к Нему. Кричать к Нему. В сегодняшнем евангельском отрывке говорится об этом. Говорится о том, Господь рассказывает о неправедном суде, который ни Бога не боялся. Ни людей не боялся. А к Нему ходила одна вдова. И надоедала ему. И просила ему помочь ей. Дели праведно. То есть у нее дело было, как говорится, решаемо. В ее пользу. Но в суде было как-то, что это же вдова, что с нее возьмешь. Вот она взывала, взывала, просила. И он тогда мгмуру говорит, ну ладно, чтобы она уже прекратила мне надоедать. И судил. И, как говорится, в ее пользу. Все там решение вынес в ее пользу. И Спаситель говорит, если уж неправедный судья так поступил, то неужели Господь ваш не будет вас слышать, если вы будете к Нему взывать, как эта вдова? Если человек, который вообще без совести, без стыда, но уже ему просто надоело, эта женщина говорит, да ладно, я тебе пусть уже, отстань только от меня. То неужели Господь, наш Отец, с Которым мы обращаемся с молитвами, с просьбами, а как бывает зачастую? Я вот молилась, я свечку поставила, я не помогла, что ж такое? Почему это так? Да потому что вот как вдова нужно ходить, и Господь, если это нам полезно, Он обязательно нам это даст. Но если полезно. И вот что удивительно, началась специальная военная операция. В 24-м. В ночь 24-м на 25-е. В февраля в нашем храме разбивают ток. Там такое большое окно было, и был такой вот типа баннера, на котором был Спаситель изображен, и там были цитаты. Человек, который проходил по улице, видел это все, и прилетает туда камень большой. Накануне пришел ко мне там пьян, и начал, то есть в этот день, когда вот два года назад пришел, и начал мне там угрожать, что типа ты, да я тебя, ты, мол, за русских, ты это самое. Ну, я позицию свою никогда не скрывал. Я всегда говорил, что мы есть единый народ, который должен жить всегда вместе. Россия, Белоруссия, Украина. Мы не должны жить отдельно. Мы должны, если не в одном государстве, то по крайней мере быть, вот как сейчас Россия с Белоруссией, союзным государством. То есть, вроде бы они независимы, суверенные, но тем не менее, очень друг другом дружат. Я всегда это отстаивал, всегда это говорил. И тут прилетает камень, прямо Христа, прямо вот его лик прилетает, выбивается стекло, и все. Мало того, военные действия продолжались, а храм был пустой. Ну, те, кто сюда приходили, так-то не все приходили. В принципе, я вот сколько спрашивал священников, и здесь людей не прибавилось в храм. Идут военные действия, ибнут солдаты, а народу в храмах не прибавилось. Не хотим мы уподобиться той вдове, которая постоянно стучала судье и говорила, помоги мне. Ну, вот не хотят. А ведь Господь дает нам свободу. Ну, если вы не хотите, ну, зачем же я буду вам насильно навязывать? Ну, хочется вам там воевать. Ну, воюйте, я не буду вмешиваться к вам, потому что вы меня не просите об этом. Да, мы есть здесь сейчас. Сегодня суббота, выходной день. Сколько у нас здесь стоит? Почему неполный храм? Сегодня два года. С начала СВО два года. Почему мы не пришли сюда сегодня помянуть своих погибших воинов? Не, вы пришли. Я вам претензий, то есть то, что я сейчас говорю, это вас не касается. Вы здесь, вы находитесь здесь. Вы пришли помолиться в этой дне. Но почему храм не переполнен? Почему мы не стучим, как там вдова к судье? Почему не стучим к Господу, не говорим, Господи, помоги нам? Ибо мы за добро. Ибо мы хотим, чтобы ты был с нами. Уже я не говорю про Украину. Там мало то, что храмы не наполнились людьми. Там даже церковь изгоняют сейчас, как вы знаете. Прямо, в прямом смысле. Собираются толпы, компания, ездят с села, выбрасывают православные общины с храмом, закрывают их. Пусть стоят пустыми, но только, чтобы не было так называемого московской церкви, как они говорят, московских попов. Хотя там обыкновенные украинцы такие же священники, как и все. Они там не носят никакие клейма. Есть некоторые, которые даже, так сказать, укропатриоты, которые за Украину и все, много говорят глухо про Россию. Есть и такие. Есть, которые просто молитвенники. Есть разных там священников хватает, много адекватных, но они молятся. Они единственная церковь Христова в Украине ее сейчас выбрасывают. Поэтому рассказы того, что когда они говорят о том, что Бог с нами, ну чушь, вы его сами выбрасываете. Так давайте мы с вами будем сохранять Господа, чтобы Он был с нами. Распространять Слово Божие. призывать наших соверующих, единоверцев приходить в храм, брать свои семьи, когда идем в храм. Особенно такие и не забываем уподобившись той вдове стучать ко Господу. стучащему да откроется. Сам Господь об этом сказал. В этой истории о неправедном суде Он сказал, что если этот судья, не боящийся Бога, без совести, без стыда, так поступил, то неужели Бог вас не послушал? Осталась мелочь. прийти и попросить. Но не единожды. А надоедать, когда быть в своих просьбах упорными, быть в своих просьбах настойчивыми. просить Господа так, как вроде бы живем уже последние часы доживаем. Вот с такой искренностью и с такой уверенностью и с такой настойчивостью. И тогда все Господь нам поможет. Спасибо Господи, Анна Ходителя. Спасибо.